МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При правительстве Российской Федерации. В работе конференции приняла участие делегация Чуваши во главе с Михаилом Игнатьевым. Внедрение проектного управления – прямое поручение президента России регионам и правительству страны. В сегодняшних экономических условиях необходимо аккумулировать средства и силы там, где они принесут наибольший эффект. Напомним, опыт проектной деятельности у России есть. В свое время три приоритетных национальных проекта научили нас четко прописывать цели и задачи, способы их достижения и, главное, объективно оценивать достигнутый результат. Сейчас предполагается более детальная проработка направлений деятельности. Сегодня выделено в качестве предмета нашей деятельности 11 направлений. О них много уже писалось. Я, тем не менее, их перечислю. Здравоохранение, образование, жилье, ЖКХ, городская среда. Это то, что, ну еще я бы добавил сюда, безопасные качественные дороги и экология. Это то, что формирует ценности, то, что отвечает ценностям, которые непосредственно относятся к каждому из нас. Это наши первичные потребности и то, что нас окружает. У всех этих проектов одна цель. Они должны количественно и качественно изменить социальную сферу. При этом предложение, так сказать, проектной инициативы, должна исходить от регионов. На местах точки роста, как и слабые места, заметны лучше. Чувашия – один из пилотных регионов, где проектный офис уже создан. А работа ведется не только на республиканском, но и на муниципальном уровне. Мы по эффективному использованию бюджетного рубля давным-давно провозгласили бюджетирование по результатам. И вся расходная часть бюджета, консолидированного бюджета, у нас распределяется по программным продуктам. Это тоже проектное управление. В программе расписываются индикаторы, цели и задачи, что мы получаем на входе и что мы получаем на выходе. Результаты проектного управления заметны не только самим исполнителям, но и экспертам со стороны. Мне было очень отрадно посмотреть, что объем промышленного производства по сравнению с прошлым годом, аналогичным периодом, вырос на 11%. Это говорит о том, что люди работают. Мы можем говорить, что электротехнический кластер у вас один из самых ведущих. И, безусловно, такие проекты без проектного управления невозможны. Несмотря на бюджетные ограничения, на финансирование приоритетных проектов, правительство России готово направить порядка 200 миллиардов рублей. Теперь дело за регионами. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов. Из Москвы для программы «Республика». Как известно, Вячеслав Рафинов, занимавший пост уполномоченного по правам ребенка в Чувашии, освободил должность в связи с тем, что стал депутатом Госсовета. 20 октября парламент Республики принял закон, в соответствии с которым функции детского омбудсмена были возложены на уполномоченному по правам человека в Чувашии Юрия Кручинина. По этому поводу Госсовет Чувашии сообщает, и эта информация есть на парламентском сайте, что законом ликвидирован аппарат, обеспечивающий деятельность уполномоченного по правам ребенка в нашей республике, как государственный орган с правом юридического лица. При этом депутаты Госсовета Чувашии не пошли по пути упразднения самого Института уполномоченного по правам ребенка в республике, хотя федеральное законодательство предусматривает такую возможность. Государственный совет нашей республики счел необходимым сохранить должность уполномоченного по правам ребенка с учетом важности и значимости стоящих перед ним задач. Вот как нам прокомментировала юридическую коллизию исполняющей обязанности министра юстиции и имущественных отношений Наталья Тимофеева. Хочется сразу отметить, что сам институт, функционирование его, оно этим законом не затрагивается. Институт в республике был, будет, он остается функционировать. Я имею в виду институт, уполномоченный по правам ребенка в Чувашской республике, продолжает функционировать. Этим законом предусматривается ликвидировать аппарат. Вот в свете законодательства этот аппарат, уполномоченного по правам ребенка, к сведению не скажу, это три штатные единицы, относился тоже к государственным органам с правом юрлица. Вот на переходный период, так как сегодня прекращены досрочно полномочия уполномоченного по правам ребенка, до подбора кандидатуры на эту должность, в республике было принято решение о возложении функции уполномоченного по правам ребенка на уполномоченного по правам человека. Полной ответственностью заявляю, что на качестве оказания этого вида помощи нашим гражданам и нуждающимся детям никак не будет сказываться, ухудшение качества не будет допущено. За окном только 2 ноября, на улице уже лежит снег. В этом году похолодание наступило резко. Что об этом думают чуваш-гидромедцентры, узнаем сейчас. Посмотри вокруг, ничего странного не замечаешь? Ну, снега нет. Вот, на носу Новый год, а снегом и не пахло. В столице Чувашии ситуация обратная. Только начало ноября на снегу уже выпало столько, что назвать этот месяц осенним язык не поворачивается. Конечно, в предыдущие годы снег выпадал и в конце октября, но не в таких количествах. Зима на территории республики началась 24 октября, когда среднесуточная температура перешла через ноль в сторону более низких значений. И это оказалось на неделю раньше средних многолетних сроков. Вспоминая 2014-2015 годы, можно заметить, что снег и тогда выпадал раньше сроком, но он, как правило, сходил. А устойчивый покров образовывался только во второй декаде ноября. Сейчас же, как говорят синоптики, у нас уже устойчивый снежный покров, то есть он не растает. В ближайшие дни, то есть примерно до 7 ноября, мы ожидаем влияние на погоду серии циклонов, которые принесут с собой небольшие местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. Возможно, слабая метель. Минимальные температуры ночью ожидаются от минус 1 до минус 6. В отдельные ночи при прояснениях температура может понизиться до минус 10 градусов. Днем столбики термометров будут показывать минус 4 плюс 1 градус. На дорогах возможны снежные накаты, гололедицы и небольшие снежные заносы. Сейчас на территории нашей республики установилась холодная погода. Средняя температура воздуха за сутки составляет минус 3-4 градуса. А это на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Кстати, за все время наблюдений самое холодное начало ноября было в 1960 году. Тогда температура опустилась до минус 16 и минус 21 градуса. А самые теплые дни с температурой плюс 12, плюс 13 градусов были зафиксированы в 1932 году. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, Республика. В начале ноября приходится вновь говорить об отопительном сезоне. До сих пор жители дома номер 20 по улице Первомайской в поселке Кугесе живут с холодными батареями. Подробнее Ольга Пырочкина. На данный момент во все многоквартирные дома республики подали отопление. Такова официальная информация, которую озвучили в начале недели на совещании правительства. А вот от жителей поселка Кугесе до нас дошли. Другие сведения. В доме номер 20 по улице Первомайская может по трубам и циркулирует вода. Но отоплением это назвать нельзя. Трубы слегка теплые, а на улице уже давно минусовые температуры. Раньше, когда дом относился к училищу, было тепло, батареи были кипяток, прям дотронуться нельзя было. Как нас передали в ЖКХ, батареи стали более-менее. Последние 2-3 года у нас в этой угловой комнате батареи вообще холодные. Я вот сплю одетая. И внучка также под тремя одеялами спит и одетая. Невозможно, вообще пара изо рта даже идет. Красноречивее любых слов показания термометра. Вот, давайте посмотрим. Вот, пожалуйста. 15. За окном только начало ноября. В зимние месяцы приходится спасаться радиаторами, что сказывается на суммах, квитанциях за электричество. Жители, которые занимаются проблемой холодных батарей, не первый год предполагают. Из котельной теплоноситель выходит нормативной температуры. Однако пока по ветхим коммуникациям идет к их дому, все тепло теряется. Чтобы подтвердить предположение, не пришлось ехать к инженерам и специалистам. Достаточно было спуститься в подвал. Здесь, как под душем, кругом вода, вот под приличным напором бьет струя. После увиденного и пары звонков течь приехали устранять мастера. Впрочем, проблемы это, конечно, не решит. Почему-то собственники жилья сами не хотят свои проблемы решать. Необходимо отметить, что дом по Первомайской 20, это бывшее общежитие училища, которое на сегодняшний день на 75% приватизировано. То есть, получается, что три четверти жилья в этом доме имеют своих хозяев, имеют своих собственников. Поэтому, по сути дела, данные проблемы должны решать собственники. Со своей стороны, администрация Кугейского сельского поселения в течение года провела три конкурса на определение управляющей компании. Но все три конкурса были безрезультатными, потому что не было ни одной заявки. Согласно закону, мы должны снова объявить конкурс. Поэтому в ноябре будет опять очередной конкурс на выбор подрядной организации, управляющей организацией. Но я думаю, что он опять пройдет безрезультатно, потому что ситуация в этом доме действительно аховая. Он в крайне запущенном состоянии. И на сегодняшний день я вижу выход только в одном – это создание ТСЖ. Впрочем, возможно, виновата не только старая коммуникация. Дело в том, что в квартире на верхнем этаже никто не живет. Из батареи просто не стравили воздух. В администрации поселения предложили поискать собственников. Опять же, самим соседям. А вот в администрации района обещали помочь. Потому что верхние соседи не стравили воздух. Данная информация к нам поступила только что в отдел. В первую очередь надо принять все меры для того, чтобы усыновить этих собственников. Эти возможности тоже имеются. Теплоснабжающие организации надо убедиться, что действительно подтвердить этот факт, что на верхних этажах произошла пробка воздушная. Если будут трудности по установлению собственника, есть меры, которые по вскрытию жилых помещений. Это с приглашением участкового полного полиции, администрации сельского поселения. Мы представители направленного права мата дела. Собственников меры будут приняты. Сделает этот шаг батарея теплее или нет, пока неизвестно. Но это единственное, что можно предпринять в ближайшее время. Мы будем следить за ситуацией. Ольга Пырычкина, Лена Алтухова, Олег Якимов. Республика. Вчера в информационной программе «Республика» прошел сюжет о захламленности мусором при домовых территориях многоквартирных домов в Канаше. Конкретно речь шла об улице Заводская. И сегодня свои комментарии по этому поводу нам дали глава администрации города Канаш Владислав Сафронов и наша коллега, главный редактор газеты «Канаш» Людмила Шурекова. Жители Канаша с вопросами о проблеме мусора обращались в редакцию газеты «Канаш». Мы эту тему поднимали на страницах изданий не раз. Что касается улицы Заводской, сегодня утром руководителя муниципального предприятия «Чистый город» Евгений Поверный позвонил в редакцию и сообщил, что мусорные контейнеры в городе вычищены, площадки убраны, а в доказательство предоставил фотографию. Информацию подтвердила и специалист отдела лично-коммунального хозяйства администрации. Сложилась сложная ситуация с вывозом мусора по городу Канашу, связи с тяжелым финансовым положением управляющей компанией «Чистый город». И мусоровозящая компания испытывала трудности с транспортом, поломки были. В настоящее время привлечены дополнительные техники, погрузчики. Сейчас вот микрорайон Заводской, ВРЗ, там очистились, улицы Ильича сегодня очищают. И в течение двух суток город, надеемся, мы полностью приведем в нормативное состояние. И начнем по графику ввозить весь мусор. И параллельно, конечно, мы сегодня собирались и работники администрации ответственные, актив, глава города, актив депутатский. И задумывали о судьбе управляющей компанией «Чистый город» и в дальнейшем, как развивать сдержание текущих ремонтов на спортивных домах. Есть кое-какие видения, но в дальнейшем будем видеть для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Тема уборки улиц Канаша, других районов и городов Чувашии находится под контролем руководства республики. Мы продолжим следить за развитием событий в следующих выпусках новостей. Сотрудники службы судебных приставов отметили профессиональный праздник. О том, какими результатами встретили праздничную дату служителей ФИМИДы, в нашем следующем сюжете. Ежедневно судебные приставы стоят на защите порядка. Выполняя судебные решения, они обходят десятки должников. Им приходится выдворять из-за пределов страны иностранцев, нарушителей миграционного законодательства. Благодаря эффективной работе приставов в бюджеты всех уровней возвращаются немалые суммы. Судебным приставам приходится работать в условиях высоких нагрузок. На одного судебного пристава в год приходится более 2,5 тысяч исполнительных производств. Но, несмотря на это, судебные приставы достигнуты по итогам 9 месяцев 2016 года следующие результаты. Ими взыскано более 3 миллиардов рублей. На службу ФИМИДе приходят разными дорогами, но без юридических знаний, стержня в характере и хороших физических данных судебным приставам работать просто невозможно. На практике все бывает. И в дом могут не впустить, и сопротивление оказать. Нарушители закона способны на многое. Вместе с тремя десятками сотрудников службы судебных приставов в этот день чествовали и Андрея Бахтина. Для меня одна из самых первых наград в этой службе. Конечно, она для меня многое значит. Тем более такое звание, самое лучшее. Очень горжусь ей. Получив эту награду, конечно же, буду лучше трудиться. В дальнейшем стараться быть также лучшим. Служу Российской Федерации. Родион Архипов, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика. Еще в 90-х годах прошлого столетия депутат Государственной Думы Владимир Брынцалов под прикрытием миссии оздоровления нации вел в обороты спиртовые настойки. Маленькие стеклянные бутылочки с чудодейственным эликсиром сразу же стали использоваться не по назначению. А в 21 веке обрели небывалую популярность. Как бороться с этой зависимостью обсудили на очередной пресс-конференции. Спрос, как всегда, рождает предложение, но не в случае с фанфуриками. Здесь скорее наоборот. Доступность рождает спрос. Бесконтрольная реализация жидкостей, не предназначенных для регулярного употребления, приводит к плачевным последствиям. Только в первом полугодии этого года зарегистрировано больше 500 случаев отравлений, треть из которых закончилась смертью. Не будет этих спиртово-содержащих настойок, не будет революционной катастрофы. То есть, наоборот, наши аптеки освободятся от этой публики. И, соответственно, спрос уменьшится, потому что не будет предложений. То есть, чем ниже доступность алкогольной продукции и спирто-содержащей продукции, тем меньше уровень отравления. Вопрос защиты будущего поколения стоит очень остро. Зависимость от спиртовых настойок с каждым годом молодеет. В республике даже появились алкоматы – красочные автоматы с широким ассортиментом лекарственных настоек. Закрыть удалось только два из них. По-прежнему нет такого закона, который регулировал бы их продажу. Но работа в этом направлении ведется. Здесь должно быть именно движение в двух направлениях, чтобы Государственный Совет Чувашской Республики вышел из инициативы Государственной Думы для того, чтобы в тех нормативных документах, которые мы сегодня имеем, внесли изменения для ужесточения. Для того, чтобы мы могли контролировать и отпускаться с аптек по рецепту. Больше 600 организаций на территории Чувашской Республики реализуют лекарственные препараты. В их числе как государственные, так и негосударственные. Продажа фанфуриков ведется, как правило, индивидуальными предпринимателями. В погоне за прибылью коммерсанты нередко забывают о моральных принципах. Проведено 16 плановых проверок, 5 неплановых проверок по фармацевтической деятельности. В этом случае составлено 6 протоколов на 6 должностных лиц из числа проверенных лицензиатов. Основные у нас были типичные ошибки – нарушение условий хранения лекарственных препаратов, реализация товаров, не входящих в аптечный ассортимент. Вероятно, действительно нужен юридически выверенный закон по реализации спиртосодержащих жидкостей. Иначе проблему решить не удастся. Татьяна Филатова, Татьяна Раевская, Олег Якимов, Республика. Профессия учителя предполагает постоянную интеллектуальную нагрузку. Зачастую, помимо общеобразовательных предметов, педагоги ведут различные кружки и факультативу. Порой дома работа не заканчивается. Казалось бы, где найти время на личные интересы? Педагоги столичной 48-й школы нашли выход. Школьные каникулы – долгожданная пора не только для детей, но и для учителей. Правда, отдыхать они и не думают. Приходят в стены любимой школы, но уже не преподавать, а обучаться. Перевоплотиться обратно в ученика никогда не поздно. Особенно под руководством опытного педагога. Марина Пучкарева занимается техникой докупажа больше трех лет. Своим творчеством она увлекла не только друзей и близких, но и коллег. В свободное от работы время вместе они создают уникальные вещи ручной работы. Панно, шкатулки, декоративные доски, часы. Сегодня у нас третий мастер-класс с учителями. Мы проводим их, к сожалению, только во время каникул, поскольку в учебное время очень трудно это сделать. Но считают, что интерес к этому растет. Казалось бы, такие редкие встречи в неформальной обстановке мало, что могут изменить в жизни учителя. Но это только на первый взгляд. В коллектив в лице мне помогают вот такие маленькие мастер-классы, которые устраивает Мария Николаевна. Здесь мы с учителями общаемся, обсуждаем насущие школьные проблемы. Также обсуждаем свои личные проблемы и раскрываемся душой, отдыхаем. Помимо творческих каникул, педагоги не забывают и о профессиональном саморазвитии. В кабинете информатики они учатся создавать собственный сайт и визитку о своей деятельности. Веб-страницу можно найти в открытом доступе в сети интернет, где все могут увидеть информацию об учителе, стаж, категорию и какой предмет преподает и какие разработки есть у данного учителя. То есть это необходимо и очень нужно в наше время. Всесторонний, развитый и творческий учитель – мечта любого ученика, а пример, как говорится, заразителен. Татьяна Филатова, Расиль Мухаммедов, Республика. Чувашия присоединится к Ночи искусств. Всероссийская акция пройдет 3 и 4 ноября. В этом году девиз «Ночи искусств – время создавать». Мероприятия посвятят Году российского кино и Дню народного единства. Площадки будут работать в библиотеках, музеях, театрах. Так, 3 ноября в Театре оперы и балета покажут оперу «Аида» в Чувашском драматическом спектакль «Юратупа Кован». А экспериментальный театр проведет мастер-класс по основам пантомимы. В этот же день, третьего, просветительские мероприятия пройдут в Чебоксарских музеях и музеях космонавтики в Шоршиллах, а также национальной библиотеке. 4 ноября остается представление в Чувашском театре «Куклы филармонии». Подробности на сайте учреждений. Напомним, наши новости и программы вы можете смотреть на нашем сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чувашия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова